Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеши. А в начале коротко о некоторых темах выпуска. Огромные буквы «Россия» накануне было видно даже из самолетов. Курорт присоединился ко всероссийскому флешмобу. В Сочи за преступления, связанные с наркотиками, задержано 322 человека. Данные озвучили на итоговом заседании антинаркотической комиссии. Подготовка к Новому году, переселение из аварийного жилья и пожарная безопасность. Эти темы стали главными на планерке главы курорта. Сочинка Алия Бекужина завоевала бронзу Кубка России под Зюдо. В борьбе сошлись более 300 спортсменов. Альтернативные игры атлетов могут провести в Сочи. Соревнования собираются организовать для спортсменов, которые не захотят участвовать под нейтральным флагом в зимней Олимпиаде в Корее. Кубань готова принять у себя такие соревнования. Все олимпийские объекты и инфраструктура в Сочи поддерживаются в должном состоянии. Там регулярно проводятся как российские, так и международные соревнования. Кроме того, у региона есть большой опыт в организации мероприятий мирового уровня. В Краевую администрацию по приглашению губернатора пришли женщины, которые оберегали семейный очаг, пока их мужья защищали родную страну. Вдовы-герои в России рассказали губернатору о своих проблемах и просьбах. На встрече решили и как увековечить память самых отважных людей современности. Продолжат наши краснодарские коллеги. На каждой фотографии, когда я смотрю, все время смотрюсь в небо. Я все время говорю, ты как соколенок, который заглядывается, взлететь бы, вспорхнуть бы. Небо с детства было мечтой Владимира Сарабеева. Ради военной авиации он отказался от спортивной карьеры. Еще в советские времена входил в состав сборной Латвии по вольной борьбе. Но для себя подполковник Сарабеев выбрал другую борьбу – с терроризмом. И вот последняя награда. Награда Героя Российской Федерации. Она была присвоена ему посмертно в 95-м году. Супруга Героя России Надежды Сарабеева до сих пор с дрожью в голосе вспоминает первую чеченскую кампанию. Заместитель командира 368-го штурмового авиаполка подполковник Сарабеев тогда выполнил 47 боевых вылетов. Лично уничтожил больше 20 единиц вражеской техники и разбомбил подземное убежище боевиков. Последний раз в небо он поднялся 5 мая 1995 года. Во время поисков замаскированной базы террористов штурмовик Сарабеева подбили, когда он прикрывал самолет своего командира. Это было в горах, когда боевики были в горах, и нужно было особо усердно отслеживать их, чтобы точечно поражать. Именно тогда это было. Он был тяжело ранен, и он из последних сил направил свой самолет в скопление боевиков. Уже в мирное время одну из улиц Краснодара назвали именем Героя России Владимира Сарабеева. Память – это то, ради чего сейчас живут супруги погибших военных. Многие объединились в общественную организацию. Со вдовами защитников Родины встретился губернатор края. Говорили о необходимой поддержке семьям Героев, хотя сами женщины просят совсем не многого. В районе Восточно-Кругляковской улицы компактно сейчас обустраиваются улицы Героев Трошева, Яцкова, Сарабеева, Посадского. Хорошо бы было установить обелиск, потому что улицы называются там Герой такой-то, а жители не знают Герой и что за этим стоит. Абсолютно правильная идея. Нам важно, чтобы она, правильно сказано, еще раз, воплотила жизнь. Вот Краснодар пусть будет первым, может быть, городом в России, я уверен, где улица, если имя, начинается с обелиска, с постамента, с описанием вот на этом обелиске, что человек сделал, почему, описание его подвига. Почему он герой. Да, почему он герой. И вот тогда все равно это уже будет совсем другой подход. Вениамин Кондратьев заметил, что память о современных героях важна не только для их семей, но и для всех жителей Кубани. Потерять ее мы не имеем права. И меньшее, что можно сделать – позаботиться о семьях погибших воинов. Мы дань памяти и уважения павшим воздаем. И на самом деле делаем это от души, делаем это искренне, красиво. Но вот забываем про живых. Забыли про семьи. Тех, кому воздаем торжественный дань памяти. Погнались опять за тем формализмом, с которыми все время пытались воевать. А забываем, что жизнь-то она, она же продолжается. Вы молча продолжаете жить на своих плечах, неся бремя ответственности за детей, за внуков. А их надо учить. Их нужно кормить, их нужно воспитывать, им надо давать путевку в жизнь. Эта ответственность должна быть не только на ваших плечах, а и на наших плечах она тоже должна быть. Уже после официальной части разговор продолжили без камер. Об этом попросил сам губернатор, видя, как нелегко вдовам героев России даются истории с прошлого. Чем дольше мы помним наших героев, тем, получается, наши дети и наше подрастающее поколение будет думать, а как они жили, а как они делали поступки, чтобы потом в будущем о них вспоминали. Хотелось бы, чтобы подрастающее поколение, не те, которые там воевали, вот им рассказывать, а вот школьники, студенты, чтобы они знали. Если это еще и наглядно видно, да, вот проходят и смотрят портрет или там барельеф и написано. Эти женщины знают, что воспоминания о мужьях будут точно живы в их детях и внуках. А строки из сохранившегося блокнота Героя России Владимира Соробеева могут стать девизом для тех, ради кого отдали свою жизнь защитники Родины. Жизнь другая штука, но она похожа на авиацию. И тогда сквозь любые тучи проглянет солнце. Главное набрать высоту в небе, в сердце. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар. Огромные буквы «Россия» накануне было видно даже из самолетов, пролетающих над Сочи. Курорт присоединился ко всероссийскому флэшмобу. Его провели в честь Дня Конституции. Надпись сложилась из окон с зажженным светом. Экраном стал «Гранд-отель Жемчужина». 374 окна светились с половины шестого до семи вечера. Организовала флэшмоб под названием «Это мой дом. Молодежное движение Общероссийского народного фронта». В акции приняли участие 30 активистов. Флэшмоб прошел более чем в 20 городах России. В целом к нему подключились 2000 активистов по всей стране. В Краснодарском крае задержаны браконьеры. Рыбопромысловая бригада ИП «Бурыкина» добывала запрещенного. К вылову пеленгаса нарушители задержали пограничники. Ущерб порядка полумиллиона рублей был нанесен не только биологическим ресурсам, но и экономике региона. Незаконный промысел предприниматель развернул на реке протока в окрестностях поселка Очуево. Рыбаки закидным неводом добывали пеленгаса и, подводя его сетями к берегу, перекладывали свежий улов в пластиковые емкости. Сотрудники краевого пограничного управления задержали рыбаков сразу после того, как те погрузили рыбу в машину. Следствием установлено, что всего за несколько часов промысла в смертоносных сетях оказалось около 1800 особей пеленгаса, вылов которого до конца этого года запрещен. А общая стоимость добытой рыбы составила почти 470 тысяч рублей. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Статья предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы. У кубанцев изъяты улов, орудия промысла, а также лодка. Следствие продолжается. Война с контрафактом. На Кубани ужесточат борьбу с нелегальным алкоголем. Об этом сегодня на координационном совещании заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С начала года из оборота уже изъято почти полтора миллиона литров незаконных напитков. От спирта, содержащего контрафакта, в регионе за год погибли больше 230 человек. Контрафакт на алкоголь, в первую очередь, конечно, это удар не то, что по здоровью, по жизни человека. Коллеги, ну еще и удары по экономике. Вы тут тоже надо понимать, по экономике нашего региона. А здесь мы вот с вами в первую очередь отвечаем за жизнь. Людей как со стороны, с точки зрения здоровья, так с точки зрения, конечно, комфорта жизни. Поэтому, я еще раз подчеркиваю, это мощный удар по экономике, тем более для нас, для винодельческого региона страны. Мы номер один регион. Чаще всего контрафактным алкоголем травились жители Краснодара, Геленджика и Новороссийска. Вениамин Кондратьев поручил Краевому департаменту потребительской сферы совместно с полицией провести тотальные проверки в торговых точках, на вокзалах, аэропортах и придорожных кафе. В случае задержано 322 человека за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Из них 30 женщин. Такие данные озвучили на итоговом заседании городской антинаркотической комиссии. Были подведены итоги работы за год. Более 140 задержанных в возрасте до 30 лет, чаще всего неработающие. 118 человек ранее судимые. Синтетические наркотические вещества, отметили полицейские, вытесняют традиционные виды наркотиков. Деятельность преступных групп сегодня чаще связана с распространением спайса, различных солей, метадона и амфетамина. Установлено, что сбытчики и наркокурьеры проходят специальное обучение на территории Украины. Основной канал поставки наркотиков по-прежнему через курьеров, которые пользуются. Чаще железнодорожным транспортом. Передача наркотиков осуществляется через систему тайников-закладок. Сами поставщики не употребляют наркотики. В этом году бригады скорой помощи приняли 1318 вызовов, связанных с токсическими отравлениями. Более 1000 вызовов связаны с отравлением алкоголем. 13 вызовов – передозировка наркотиками. С признаками медикаментозного отравления было доставлено в больницы почти 700 человек. Из них каждый десятый – подросток. Такие тревожные есть моменты, скажем так, на которые нужно обратить будет особое внимание. И сегодня мы, помимо всего прочего, рассматриваем повестку, обозначаем план работы антинаркотической комиссии на следующий год и, в общем-то, должны обозначить именно вот эти направления. Противодействие наркомании должно вестись, что называется, по всем фронтам. Для этого члены комиссии, представляющие различные городские и федеральные ведомства, согласовали план работы на следующий год. Подготовка к Новому году, переселение из аварийного жилья и пожарная безопасность – эти темы стали центральными на очередном планерном совещании, которое еженедельно проводит глава Сочи Анатолий Пахомов. Обо всем по порядку. Ольга Десятого. Начали планерку с подготовки к Новому году. В атмосферу зимней сказки город должен был погрузиться до 10 декабря, напоминает Анатолий Пахомов. Все сроки вышли, а торговые объекты по-прежнему не в новогоднем убранстве. То же самое касается отдельных объектов санаторно-курортного комплекса, которые не торопятся встречать главный праздник страны. Глава Сочи дает еще неделю на то, чтобы город засиял новогодними красками. Все объекты торговли должны быть действительно приведены в новогодний вид. Люди, которые занимаются торговлей, услугами, они должны это понимать. Что Новый год, рождественские праздники – это всегда оформление своих объектов. Я еще раз говорю, это и есть продвижение их товара, это и есть продвижение их продукта. Мы понимаем прекрасно, мы туристический город, нам приезжает пол-России. Новый год – это не только мишура и яркие огни. Праздник, который отмечает каждый житель города, в первую очередь должен быть безопасным. Цифры статистики неутешительные. За год в городе произошло 223 пожара. В огне погибло 14 человек. Причем большинство очагов возгорания приходится именно на жилой фонд. 128 случаев за 12 месяцев. Причины пожара. 79 – аварийный режим работы электропроводов, 41 – в результате поджога, 37 – неосторожное вращение с огнем. В праздничные дни бдительность горожан, как правило, притупляется. Поэтому администрация совместно с пожарными увеличила количество профилактических противопожарных мероприятий, которые в том числе проводятся в школах. Тщательнее нужно проверить и состояние проводки в жилых и коммерческих объектах, настаивает мэр. Зашла на планерке речи о переселении и сносе аварийного жилья. В адресную программу, рассчитанную на 2013-2017 год, вошло 62 многоквартирных дома. Полностью расселены 27. 1825 человек уже обзавелись заветными квадратными метрами. Работа по переселению довольно сложная, отметил заместитель главы по ЖКХ. Порой приходится подключать и полицию. Некоторые граждане, которые получили квартиры, переселены, пытаются там сдать эти квартиры нелегально, незаконно. Поэтому они там фактически не живут. С представителем сотрудников управления внутренних дел спокойно можем оттуда убрать и начинать снос. Несмотря на то, что город строит комфортные дома для переселенцев, зачастую они никуда не хотят выезжать, как, например, в двух домах на Инжирной. Дела по ним переданы в суд. Кроме того, на планерке сообщили, что на месте снесенных домов, таких уже четыре, будут либо строить образовательные учреждения, либо разбивать скверы. На очереди еще девять многоэтажек. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. В Сочи сегодня приступили к кронированию деревьев. Работы по обрезке растений начались на улице Воровского. Работы по кронированию плановые. Их проводят ежегодно. Убирают в первую очередь старые сухие ветки, которые могут угрожать безопасности и прохожих, и автомобилей. Где-то под корень идут целые деревья, те, которые признаны аварийными. Уже более 70 таких деревьев по заявлениям, по обращениям наших жителей работа проводится. Также по кронации на придомовых территориях под депутатским наказом. Вот сейчас то время, когда всю эту работу возможно производить качественный в срок. Что касается платаново-обрезка, им просто необходимо. Ветви этого дерева очень тяжелые и могут обламываться. Несколько лет назад такой же сильной обрезке подверглись платаны сразу на нескольких крупных улицах. Например, Гагарина и Донской. Работы по кронированию будут продолжаться до конца года. Они ведутся во всех районах города. Депутатский корпус сегодня проверил готовность сочинских электросетей к работе в осенне-зимний период. В эти дни члены комитета по городскому хозяйству городского собрания Сочи подобные инспекционные мероприятия проводят на всех предприятиях сферы ЖКХ. Об итогах проверки сочинского подразделения «Кубаньэнерго» расскажем далее. В электросетях для членов комитета по городскому хозяйству, промышленности, транспорту, связи и топливных, на энергетическому комплексу провели экскурсию. Депутатскому корпусу под руководством председателя городского собрания Сочи здесь не только рассказали о получении паспорта готовности к работе в осенне-зимний период, но и продемонстрировали новую технику, готовую работать в горных населенных пунктах при ликвидации тех нарушений. На этих же грузовиках в обесточенные районы будут доставлять дизель-генераторы. Особое внимание в преддверии холодов, подчеркивают энергетики, и уделяется подготовке резервных источников электроснабжения. «Сегодня депутатские корпусы представителей прокуратуры убедились в готовности нашего предприятия. У нас отреконструировано более 100 трансформаторных подстанций класса напряжения 6104, несколько десятков тысяч линий электропередач, вся линейка оборудования, от которой зависит надежность и качественное энергоснабжение конечного потребителя, сегодня находится в исправном работоспособном состоянии». Капитальный ремонт высоковольтного оборудования, расчистка и расширение трасс воздушных линий, замена опор, а еще расчистка практически пяти сотен гектаров просек вдоль трасс. Это необходимо, чтобы предупредить тех нарушений за падение деревьев и веток на провода. Готовность сочинских электросетей к осенне-зимнему периоду депутаты оценили положительно. «И готовность техники, готовность дизель-генераторов, если будет отключаться, готовность персонала, она здесь на высоком уровне. Однако же мы отработали, и один вопрос, на который нужно будет обратить внимание, это электроснабжение наших самовольных строений, в которых уже проживают наши жители. Это садовое товарищество, где сети не находятся на балансе электрических сетей. На это нужно будет еще совместно, вот нашему комитету, совместно с департаментом городского хозяйства, отработать эту проблему, для того, чтобы не было сбоев с электроснабжением именно этой категории населения». Оценку готовности к зиме члены комитета по ЖКХ городского собрания Сочи поставили и теплосетям. На очереди инспекция водоканала. Галина Моисеевин, Гагабешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи зажглись новые звезды. 12 декабря, в День Конституции, на курорте прошел заключительный этап Всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия». Мероприятие ежегодно объединяет молодых музыкантов, которые задают новые тренды, формируют культуру современной патриотической песни. В этом году на фестиваль было подано несколько сотен заявок со всей страны, но в финал прошли лишь 12 молодых людей, прошедших заучные отборы, дополнительные испытания. Среди них как индивидуальные исполнители, так и коллективы из Москвы, Башкортостана, Алтайского и Красноярского краю, Саратовской, Тверской, Самарской, Тульской и Курской областей. Каждый из них спел о самом дорогом и близком – своей малой родине, семье, любви и добре. Оценивали выступающих эксперты, уже состоявшиеся певцы, композиторы, режиссеры. Триумфаторами Всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия» стали сразу несколько исполнителей, а вот гран-при достался певице Арсении из Тверской области. Когда назвали мое имя, мне было крайне приятно, от того, что это приняли, мое авторское видение, как я пишу и люблю музыку, какие стихи. Это то, что я чувствую. Мне было очень приятно, что это услышали. Все очень талантливые, все очень интересные, и мы вот каждый день питались и заряжались очень хорошей энергетикой. Наши спикеры, жюри, приглашенные гости, они были с нами тоже на одной волне, и они нас тоже заряжали, чему-то учили. Главные награды для молодых музыкантов – профессиональная запись песни, съемка видеоклипа, трансляция на телевизионных каналах и радиостанциях. А школьники, кстати, эта категория впервые приняла участие в фестивале, получили в подарок запись авторской песни в студии. Также у участников была возможность пройти профессиональную подготовку, побеседовать с именитыми экспертами и наставниками. Приняли участие ребята и в мастер-классах прослушали лекции по аранжировке, режиссуре, актерскому мастерству, продюсированию и звукозаписи. Сучинская коррекционная школа-интернат уже начала отмечать Новый год. Во всяком случае, там уже активно встречают гостей, готовят своими руками праздничные поделки и, конечно, получают подарки. Накануне ребят посетили шеф и общественная организация «Лига женщин. Мост добра». Ёлки могут быть разными, но неизменно красивыми. Это доказали воспитанники интерната. В холле выставкой работ заинтересовалась гостья актриса театра и кино Ирина Шевчук. Я посмотрела на поделки детей. Это просто очень талантливо и вызывает восторг. И, конечно, очень здорово, что их поддерживают. Мне кажется, что нужно всех детей поддерживать. Но деток, которых обделила жизнь здоровьем и так далее, конечно, нужно особенно. У ребят, которые здесь учатся, не только золотые руки, но и звонкие голоса. Школьный хор – многократный лауреат фестиваля «Хрустальный петушок». Кстати, костюма для 22 солистов подарила «Лига женщин». Однако в этот раз и сами хористы побывали в роли слушателей. Для них выступил дуэт участник проекта «Голос» Армен Авджан и победитель «Хрустального петушка» в этом году Володя Лазакович. Володе 9 лет своей бескозыркой. Он пленил не только жюри «Хрустального петушка», но и сегодняшних зрителей. Сцены юный артист уже не боится. Ну просто мы с моим преподавателем Сергеем Александровичем, мы много занимались, я уже много выступаю, вот я уже иду. Я пою с Володей, у него хорошие вокальные данные, и он очень хорошо поет, интонирует, звонкий голос. Я вот с ним уже второй раз выступаю, и очень мне с ним комфортно петь. Чтобы комфортно было всем воспитанникам интерната, их 350, Лига женщин подарила ребятам телевизор. В прошлом году стулья для компьютерного класса. И каждый год помогает с индивидуальным пошивом школьной формы. Все это в рамках проекта «России важен каждый ребенок». Если этот проект только вступил и шагает по России, то мы, конечно, этим занимаемся уже давно, 8 лет. Это как минимум этим занимаемся в городе Сочи. Я думаю, что те блага, которые получают наши дети города Сочи, это и малообеспеченные, и с трудной жизненной ситуацией, и детки, нуждающиеся в лечении, творческие, спортивные. И, конечно, детки с какими-то ограниченными возможностями в здоровье. Они у нас, конечно, коханные и любимые, мы их все любим. И они нам, конечно, каждый из них очень важен и нужен в городе Сочи. В преддверии Нового года ребята не остались без подарков. Лига женщин подарила всем сладости и билеты на городскую новогоднюю елку. Елена Ассетсина, Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочинка завоевала бронзу Кубка России под дзюдо. Турнир прошел в Брянске. Были разыграны медали в 14 категориях у мужчин и женщин, имеющих спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта. В борьбе за награды сошлись более 300 сильнейших спортсменов, победители окружных и ведомственных чемпионатов. Бронзовую медаль весовой категории 57 килограмм завоевала Алия Бекужина, спортсменка сочинского «Динамо». Алия в дополнительном периоде получила преимущество по замечаниям над пермской дзюдоисткой Екатериной Доценко. Бекужина является мастером спорта России по борьбе с самбо и дзюдо и уже неоднократно становилась чемпионкой, призером крупнейших турниров всероссийского международного уровней. В споре ведомственных команд лидерами стали «Динамовцы», обошедшие по очкам более чем в два раза дзюдоистов, представлявших вооруженные силы и почти в шесть раз соперников из команды Министерства образования. Лучший результат среди региональных сборных показали представители Краснодарского края у мужчин и Московской области у женщин. Компания «Воронежский фермер» представит мясо, колбасы, сыры и сало в Сочи. Предприятие примет участие в выставке «Новогодняя шкатулка», которая откроется 14 декабря в выставочном центре на Несебрской. Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыры, сало – все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени, гусь с яблоком, утка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копченый брынза, сало с чесноком, соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. А также новинки – сыровяленая оленина, лосятина, вырезки из лосятины и оленины и настоящий хамон. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид притягивает множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания на рынке сырных и колбасных изделий уже более 10 лет. Воронежский фермер приглашает всех сочинцев на выставку «Новогодняя шкатулка» за свежими и вкусными продуктами к новогоднему столу. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Кабеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.